всем привет на самом деле динозавры есть и в наше время только в миниатюре и это обычные ящерицы которые постоянно рядом с нами сейчас насчитывается почти 6000 видов рептилий представители разных семейств отличаются размерами окраской повадками среду обитания а также некоторые виды занесены в красную книгу природе самой распространенной рептилии можно считать настоящую ящерицу средняя длина тела которая составляет более 10 сантиметров в отличие от змей ящерицы имеют подвижные разделенные веки а также упругое вытянутое тело с длинным хвостом которая покрыта ореговевшими чешуйками которые меняются по нескольку раз за сезон также на лапах есть когти язык ящерицы может иметь разные формы цвет и размеры обычно он является подвижным и легко вытягивается из ротовой полости именно языком многие ящерицы и ловят добычу большинство ящериц способны в случае опасности отбрасывать хвост они сокращают хрящевые мышцы в основании хвоста при этом хвост отбрасывается и отрастает заново правда в слегка укороченном виде иногда у ящерицы заново вырастает не один и не два а целых три хвоста самая долгоживущая ящерица это ломка ящерица самец ломка ящерицы прожил в зоологическом музее копенгагена в дании более 54 лет с 1892 по 1 946 года в то время как большинство животных воспринимает мир в черно-белых тонах ящерицы видят окружающие в оранжевом цвете существует два способа размножения ящериц это откладывание яиц и живорождение самые мелкие виды ящериц откладывать не более 4 яиц крупные до 18 вес яйца может варьироваться от 4 до 200 грамм размер яйца самой маленькой ящерицы в мире которая является круглолапым гекконом не превышает 6 миллиметров в диаметре размер яйца самой большой ящерицы в мире комодского варана достигает длину 10 сантиметров многие виды ящериц ядовиты также их укус тоже ядовит во время укуса через канавки в крошечных острых зубах в тело жертвы поступает болезненный нейротоксин существует ящерица под названием жабоголовый агам она маленькая живет в пустыне и отличается одной особенностью она общается при помощи хвоста который она скручивает а также интересно издает вибрации своим телом с помощью которых они быстро закапываются в песок отряд ягуанообразных насчитывает 14 семейств самыми яркими представителями которого являются хамелеоны населяющие африку в мадагаскар страны ближнего востока гавайи и некоторые американские штаты игуана является самая быстрая ящерицей скорость перемещения по суше почти 35 километров в час которая зарегистрирована у черной игуаны она обитает в коста-рике морские игуаны голлополоских островов которых дарвин прозвал бесом и тьмы все время проводят ныряя под воду и соскребая с камней наросшие растения которыми они питаются хамелеон в высшей степени уникальная рептилия его пальчики соединены перепонками а также чрезвычайно цепкий хвост свое окружение к происходящему он демонстрирует изменяет цвет глазные яблоки похожи на бинокли они двигаются незамисимо друг от друга то время как очень длинный и липкий язык выстреливают и ловит жертву самый необычный даже среди хамелеонов это брукезия малая или карликово-листовой хамелеон он без сомнения является одним из самых маленьких рептилий которые известны человеку самая крупная ящерица был варан выставлены в 1937 году в зоопарке сент-луиса штат миссури в сша его длина была равна 3 метра 10 сантиметров а масса целых сто шестьдесят шесть килограмм самые длинные ящерицы является танкотелы варан сальвадора или кабаргоя из папуа новая гвинея он согласно данным точных измерений достигает длины 4 метра семьдесят пять сантиметров но при этом 70 процентов ее общей длины занимает хвост гекконы это обширное семейство небольших и средней величины весьма своеобразных ящериц которые характеризуются в большинстве случаев двуяко вогнутыми позвонками многие виды гекконов обладают потрясающей особенностью это способность камуфляжу их кожа темнеет или светлеет зависимости от освещения окружающей среды в ходе эксперимента гекконом закрывали глаза однако те продолжали менять окраску по привычному алгоритму у ящериц гекконов веки отсутствуют поэтому они вынуждены периодически смачивать специальную прозрачную мембрану на глазах своим языком также существуют ящерицы которых называют летучими драконами они объединяют около 30 азиатских видов древесных насекомоядных ящериц в литературе также встречаются другие русские названия этого рода их называют драконы и летающие драконы дракон острова комода это самая большая плотоядная ящерица из всех существующих достигает почти трех метров в длину основная пища варана это гниющее мясо и гниет оно как глаз благодаря варану точнее его укусу варан преследует жертву выслежит ее нападает и делает ей нукус а инфицированная слюна попадает в кровь жертвы и приводит к ее заражению недавно исследования показали также что варан способен вырабатывать яд он также может очень широко раздевать пасть и выделять особую красную слизь чтобы поглотить подходящую по размеру жертву целиком большинство ящериц являются хищниками однако есть немало исключений которые питаются только растениями